Малоимущие и многодетные не пострадают, для них сохранены дотации по оплате коммуналки. Знаки отличия для школ. Фасады лицеев и гимназии из топ-500 украсят специальные таблички. Ради памяти. Улиц и школ имени героических краснодарцев станет больше. Китель трошева и трофейное оружие. С миру по нитке для выставочного зала боевой славы. 17 лет любви, заботы и преданности в Краснодаре отметили День матери. Педагогические кадры молодеют. Брифинг комитета по образованию и культуре. Дополнительную городскую льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг отменили, но многодетные и малоимущие не пострадают. Для них доплата сохранится. Школы из топ-500 получат индивидуальные знаки отличия, а героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы будут вспоминать чаще. Всего на заседании Думы депутаты рассмотрели более 20 вопросов. Подробнее об этих и других решениях расскажет наш парламентский обозреватель Марина Богданова. Доходы городского бюджета в этом месяце увеличились на 92 миллиона рублей. Деньги пойдут на улучшение доступной среды, приобретение книг в библиотеке, капитальный ремонт в спортшколах и на помощь патронатным семьям. Удалось разрешить и вопрос дотации на оплату коммуналки. На неё могут рассчитывать те, кто платит за газ, свет и воду больше 22% от совокупного дохода семьи. Это краевая норма. В прошлом году в Краснодаре приняли собственный 15-процентный норматив и доплачивали семьям разницу в 7% из городской казны. Сейчас такой возможности нет. Вернулись к краевой норме. Однако изменения затронут не всех. Мы ни в коем случае не тронули ни многодетных семей, ни малоимущих, для которых заложили в бюджет дотации в сумме 50 миллионов рублей. То есть, как они получали дотации, если их совокупный доход, допустим, на коммунальные услуги более 10% составляет, значит, мы дотации им даём. Это осталось всё в силе. Добавили денег и на выполнение программы наказов избирателей. В этом году она уже выполнена на 96%. Осталось навести лоск на последние объекты и завершить формирование программы на следующий год. При планировании финансирования данной программы в сумме 240 миллионов депутатами расписано 180 миллионов рублей. Естественно, основная направленность – это социальная. Порядка 60% денежных средств выделяется именно на социальные блоки. То есть, это медицина, образование, спорт, культура, молодёжь. Чтобы пополнить городскую казну, депутаты традиционно внесли изменения в программу приватизации объектов муниципальной собственности. С недвижимости, выставленной на торги, город планирует выручить минимум 17 миллионов рублей. Кстати, при всех сложностях с бюджетом, социально-экономический план развития Краснодара в этом году удалось выполнить почти полностью. Особенно это касается социальных обязательств. В первую очередь, это и строительство детских садов, которые мы обязались обязательно в этом году запустить 10 детских садов. Это и дополнительное строительство наших школ, социальные вопросы, и поликлиники. Всё входит в этот социальный план, который мы сегодня принимаем. Всего на заседании парламентарей рассмотрели более 20 вопросов. В том числе утвердили памятный знак для 8 краснодарских школ, попавших в топ-500 лучших по стране. Эти же школы возглавили и два краевых рейтинга – топ-100 и топ-200 лучших школ в социально-гуманитарном и физико-математическом профиле. Такие металлические пластины разместят на фасадах школ лидеров рейтинга. Напомним, лицей номер 90 и ИСТЭК вошли в топ в третий раз. С 2013 года Центр непрерывного математического образования в Москве при поддержке Учительской газеты и Министерства образования и науки Российской Федерации подводит итоги. И так публикуется рейтинг лучших школ России, которые показывают, скажем так, наивысшие результаты в учебном процессе. В городе также установят мемориальную доску заслуженному строителю Кубани Виктору Бардакову. Ещё одно решение Думы предписывает усилить работу по увековечиванию памяти о краснодарцах, героях Советского Союза и полных кавалерах Ордена Славы. На их домах установить мемориальные доски, называть новые улицы их именами, поисковикам установить места неизвестных захоронений, в школах проводить тематические уроки мужества, а в библиотеках организовать выставки о наших героических земляках. Музей боевой славы пополнился новыми экспонатами. Сюда привезли винтовки в времён Второй мировой войны и точную копию пулемёта «Максим». Так в Краснодаре отметили День ракетных войск и артиллерии. На выставки побывала и наша съёмочная группа. Сейчас уже сложно представить, что больше полувека назад из этого оружия стреляли не холостыми, а боевыми патронами. Эти военные экспонаты можно трогать руками. Прикоснуться к истории 20-го столетия и узнать малоизвестные факты Второй мировой войны, пришли краснодарцы в выставочный зал воинской славы на празднование Дня ракетных войск и артиллерии. Хром памяти пополняется новыми экспонатами. В этом году, например, появился новый макет пулемёта «Максим». Этот макет, если разобраться, он сделан по чертежам боевого оружия. Здесь только боёк сточен, а так он полностью боевое оружие. Он не отходит от ГОСТов и норматива выпуска настоящего оружия. Ушло на это приобретение 146 тысяч. В стенах музея хранится много личных вещей солдат и не только эпохи Великой Отечественной. Здесь также чтят память погибших в военных конфликтах в Афганистане и Чечне. Экспонаты в основном собираются с миру по нитке. В день ракетных войск и артиллерии дочь известного генерала Геннадия Трошева передала музею военный китель своего отца. «Кажется, вот частичку отрываешь от себя, какой-то души, сердце. Но понимаешь, что дома, когда оно висит, лежит, оно всё в неизменном виде осталось. И мама очень хочет сделать музей. Но это, понимаете, это узкое. А здесь широкий спектр, который охватывает всё. И поэтому вот эти все частички для достоверности, для объективности всей картины должны присутствовать». «Память должна быть доступной», говорит Наталья. «И самое главное, дети должны видеть, с кого им брать пример. И для этого даже семейные реликвии не жалко. Её торжественно передали на обозрение будущим защитникам Родины». «Я хочу стать похожим на наших ветеранов, потому что это большая честь, быть такими героями, самоотверженными человеком, как наши ветераны. Я хочу стать военным, я хочу стать своим патриотом своей страны, хочу защищать Отечество, но кто, если не мы». За четыре года выставочный зал боевой славы в Краснодаре посетили более 150 тысяч человек. Здесь выставлено более двух тысяч экспонатов. И у каждого из них своя история, которую необходимо знать и помнить каждому. Наша программа выходит в преддверии Дня Матери. Этот праздник в России начали праздновать 17 лет назад. В Краснодаре уже начали поздравлять мам. Первыми тёплые слова, грамоты и подарки адресовали многодетным матерям, в том числе тем женщинам, которые приняли в свои семьи детдомовских малышей и растят детей с ограниченными возможностями здоровья. «Вы героические женщины, и мы искренне вас благодарим за ваши поступки, за ваше мужество, откуда вы сил берёте на всё это. А самое главное хочу отметить, и не только на воспитание своих детей, а у вас хватает сил и времени ещё и заниматься общественной работой». Продолжим тему Дня Матери вместе с гостем. Сегодня это заместитель председателя Городской Думы Краснодара Татьяна Гелуненко. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Добрый день. С 1998 года в нашей стране празднуется День Матери. По прошествии уже 17 лет он стал действительно народной традицией. Я знаю, что у вас тоже есть дети, и в первую очередь хочется вас поздравить также с наступающим праздником. Наши коллеги сняли сюжет про то, как в Кубанской столице уже начали чествовать матерей. Давайте его посмотрим и продолжим беседу. В 2011 году в семье Рогаль появился Богдан. Мальчику тогда было уже полтора года. Он немного отставал в развитии от сверстников, но любовь новой мамы помогла детдомовскому малышу преодолеть эту проблему. В семье Екатерины Рогаль трое детей. Старшая Полина, ставший родным Богдана, еще совсем маленькая Маша. На всех у мамы хватает и любви, и внимания. Дети очень похожи друг на друга. Они общительны и доброжелательны. В этом заслуга любящих родителей. Мы стараемся с мужем всегда понять самое главное сердце ребенка. Потому что если ты поймешь, что в этом сердце, страх сейчас, какие другие чувства, и тут очень тонкое дело, просто ювелирное, когда ты общаешься с ребенком, и ты его сердечко понимаешь, что происходит именно эта смычка. Это очень дорогого стоит. Это большая радость и победа для родителей. Этих женщин объединяет одно слово. Мама самых выдающихся. Поздравили у Дворца искусств премьера. Для тех, кто воспитывает будущее страны и города, провели торжественный концерт. Это, наверное, один из самых замечательных дней в году. Мама дает жизнь. Мама – это тот человек, который дает первые уроки. Очень серьезного, после очень серьезной науки, стать хорошим человеком. Мама на сегодняшний день – это тот человек, который охраняет от бед и дни взгод. Мама всегда является образцом для подражания. Всего на премию номинировали около 50 женщин. Это и многодетные мамы, и мамы особых детей, и мамы-вдохновительницы. Жюри пришлось отобрать всего 14 из них. Со сцены Дворца искусств всех матерей поздравил мэр краевой столицы. Дорогие милые женщины, мамы, желаю вам всем здоровья, счастья, радости, успехов. Я думаю, что женщины, мамы города Краснодара заслуживают особых благодарностей и особо теплых слов. Кроме добрых слов и положительных эмоций, виновницы торжества получили памятные дипломы и ценные подарки. В общем-то, День матери – это каждый день. Каждый день День матери, потому что теплые, добрые слова мамы всегда готовы слышать. Ну а то, что касается, отмечать это мероприятие муниципального образования, город Краснодар, городской думой, каждый депутат на своем избирательном округе проводит мероприятие, чествует мам многодетных, мам участников Великой Отечественной войны и всех женщин, которые живут у нас в Краснодаре, потому что слово «мама» – это самое дорогое. И слова благодарности этим женщинам нужно говорить каждый раз, потому что даже тем же девочкам, которых еще будущим мамам, конечно, они должны слышать теплые, добрые слова, они должны чувствовать заботу не только семьи, но и заботу государства. Поэтому у нас в муниципальном образовании, вот вчера прошло замечательное мероприятие, накануне были мероприятия, где чествовали наших мам, говорили им теплые, добрые слова. Они заслуживают этого. Ну а я, конечно, День матери, конечно, буду отмечать со своими детьми и, конечно, со своими избирателями. Часто ли к вам на прием приходят матери, например, многодетные матери, или мамы, которые, например, одни воспитывают своих детей? И с какими вопросами чаще всего обращаются? Ну, в основном это вопросы, если касается многодетных мам, это в первую очередь получение участка для строительства, то, что сегодня предусмотрено. И мы даем им подробную консультацию, помогаем им, подсказываем. Обычно они приходят со своими малышами, сразу решают и параллельные вопросы, и получение детских садов, и какие-то житейские вопросы. И я думаю, что, когда приходят мамы, всегда это какая-то особая категория людей, особенно многодетные. Ты с таким трепетом к этому относишься, что на самом деле вот у нас в Станице живет многодетная семья Медведевых. Вы знаете, настолько хорошие дети, прекрасные родители. И вот когда ставился вопрос о том, что кого же нам награждать, ну, понятно, что добрыми, теплыми словами мы поздравим всех. И когда я даже незадумываясь сказала, конечно, семья Медведевых, более 20 детей, тем более в таком уюте живут дети. И, конечно, таким семьям. Ну, не одна такая семья, конечно, не только у меня на избирательном округе, но и вообще хочется таким мамам. И, конечно же, мама одна не воспитывает. Есть еще и папы, но так как праздник мам, поэтому больше, конечно, слов благодарности и мам. Поэтому я думаю, что именно этот праздник, он будет отмечаться очень широко. Я думаю, он со словами благодарностями, с подарками. Но самый главный, наверное, подарок мамам будет, если их дети, проснувшись утром, скажут теплые и добрые слова своим мамам. Вы немного коснулись темы многодетных семей и выделение участков под жилье, под строительство дома. Уже готовы некоторые проекты на участки найти, для того, чтобы уже застраивать их. И когда начнутся работы непосредственно, проведение инфраструктуры, необходимой для того, чтобы начать строительство? На каком этапе сейчас этот вопрос? Земельные участки выделены не в этом году, и раньше. И, конечно, многодетные семьи, они уже готовы приступить к строительству. Но на самом деле инфраструктура сдерживает не ночь катастроительства. Сегодня муниципальным образованием делается все возможное для того, чтобы эти земельные участки уже осваивались. Поэтому я думаю, что на следующий год именно инфраструктуры, они закончены не будут, но начатые работы будут. Недавно в обиходе появился новый термин «социально опасные семьи». Насколько мне известно, раньше была формулировка семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В чем смысл и разница этих двух понятий? И если можно подробно, что такое социально опасная семья? Вы знаете, социально опасная семья есть семья, которая попала в трудную жизненную ситуацию. И здесь проще оказать помощь этой семье, потому что есть определенные программы, есть определенные направления, в которых мы можем помочь. И финансово, и другими направлениями. Есть программы, я уже сказала. А социально опасная семья, которая стоит, конечно, на учете во всех ведомствах, во всех учреждениях. И с этой семьей работают определенные направления. Это и полиция, и Министерство социального развития, и образование, и семья, и детство, все, и здравоохранение. Здесь нужен более особый контроль. Почему? Потому что в социально опасную семью, когда приходит специалист, и если мама не готова сегодня уделить внимание ребятам по тем или другим причинам, то есть это может быть алкогольное опьянение, это может быть все, что угодно, и грязь в доме. И вот этот специалист, который приходит, если выявляет такую семью, мы обязаны изъять этого ребенка. Перейдем к более позитивным, скажем, темам, а их в ближайшее время должно быть намного больше, чем сейчас. Например, вот немного времени совсем осталось до предновогодней суеты. Какие праздничные мероприятия запланированы в городе, и что ждать краснодарцам в это снежное и необычное время? Вот сейчас мы с вами говорим о семьях многодетных, о мамах, которые одни воспитывают детей, о семье, которые потеряли кормильцев. Для таких детей у нас в муниципальном образовании каждый год выделяются приглашения в премьеру, где дети посещают представления, красивейшее представление с получением, конечно, подарков. Каждый депутат на своем избирательном округе знает многодетные семьи, попавшие в трудную жизнь ситуацию. Это будут школы, это коллегиально. Мы решаем, кто из деток должны получить эти новогодние приглашения. Но все детки обязательно попадут на елку, и мамы безумно ждут этого праздника, потому что когда ребенок получает удовольствие, удовольствие получает и мама. И вот, например, Елизаветинская, у меня избирательного округа станет Елизаветинская, уже 10 лет мы проводим елку на улице. 3-го числа, когда мамы, папы уже отдохнули, дети отдохнули, уже хочется пойти на улицу, погулять. Вот 3-го числа каждый год у нас проводится шикарная елка, где ставится живая огромная на площади, с подарками. Более тысячи детей уже приходят, приезжают из города, мы не ограничиваем. И поэтому, я думаю, радость детей – это радость для мамы. Поэтому новогодние праздники, конечно, готовятся в полном объеме и с большим удовольствием. Татьяна Васильевна, 1 января, кроме Нового года, наступит еще очень важный день, а день я имею в виду, когда нужно устранить всю очередь в детские дошкольные учреждения, это указ президента. Давайте посмотрим, как идет работа, и все ли площадки, и все ли детские сады укладываются в сроки. И продолжим беседу. Во дворе 99-го детского сада по улице Володарского выросла новая пристройка. Она сможет вместить 40 воспитанников. Осталось перекрыть кровлю и вставить окна. Лично проконтролировать ход выполнения работ приехал глава города Владимир Явланов. Застройщик отчитался, кровлю начнут укладывать на этой неделе. Уже идет отделка стен. Все этапы по графику. Буквально завтра на втором этаже электрику проводим. Начинаем стукатурить, шпаклевать. На 25 декабря мы выдаем полностью учреждению. 40 мест добавит и новый корпус 124-го детского сада на Старокубанской. Здание возведено, кровлю перекрывают, идет внутренняя отделка. Параллельно с этими работами подрядчики благоустраивают территорию. Раньше во дворе был заброшенный бассейн. Теперь здесь прогулочная площадка. Работы планируют закончить к концу декабря. На особом контроле городской власти установка модуля к 79-му детсаду в районе ТЭЦ. При строительстве здания подрядчик отстал от графика. А впереди еще фасадные работы, отделка и подключение пристройки к электросетям. 13 строящихся сейчас новых модулей обеспечат местами еще почти тысячу юных воспитанников. И все объекты должны быть сданы до 25 декабря, чтобы с нового года маленькие горожане смогли пойти в детские сады. До конца года в Краснодаре необходимо открыть 15 пристроек к детским садам. Успевает ли город и на какой стадии сейчас эти работы? Судя по репортажу, я хочу сказать, что Владимир Владимирович выделяет огромное внимание. Регулярные объезды. Я хочу сказать одно, что те распоряжения, которые нам даны, они не обсуждаются, не выполняются. Поэтому поставленные задачи сегодня, которые есть перед муниципалитетом, они будут выполнены однозначно, потому что другого варианта у нас нет. Почему? Потому что за всем этим стоят мамы, стоят дети, которым мы должны, именно открытие детских садов, сделать им праздник. И я думаю, что до конца нового года мы должны справиться с этим объемом. Дети, они растут ведь достаточно быстро, и после того, как они закончат детский сад, им понадобится идти в школу. А школы у нас и так в крае достаточно переполнены. Например, вот в 71-й школе набрали 17 первых классов. Как вы считаете, каким образом можно решить этот вопрос? Потому что детям реально понадобятся места в школах со временем. Решать вопрос нужно только одним способом. Это строительство. Строительство, как сегодня говорят, любой объект, который строится, жилой объект, он должен обязательно предусматривать детские сады и школы. Это нас радует, что у нас рождаемость замечательная, что у нас детей очень много. Это здорово, но проблема есть. Ее решать, конечно, нужно. 17 классов – это очень много. Но, тем не менее, сегодня муниципальным образованием ставится вопрос о том, чтобы строительство шло таким же, такой же очередью, как и строительство детских садов. И я думаю, что в ближайшее время эта ситуация будет поправлена. Татьяна Васильевна, в преддверии такого праздника, может быть, вы хотите поздравить мам или будущих мам, и вообще мам в целом, ваши поздравления. Мне буквально хочется сказать, конечно, самое главное – у каждого из нас есть мама. Это самое дорогое, что есть у человека. Мне хочется всем мамам пожелать здоровья, благополучия, но еще главнее – это наши дети, которые должны расти здоровыми, красивыми и счастливыми, любви вам и крепких семей. Спасибо вам большое за то, что нашли время, ответили на наши вопросы и за интересную беседу. До свидания. До свидания. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Педагогические кадры молодеют. За последние годы средний возраст краснодарского учителя снизился с 53 до 44 лет. Так, в 90-м лицее четверть учителей со стажем работы до 5 лет. Этому способствовали многочисленные программы развития образования, гранты для молодых педагогов и компенсация половины стоимости обеда в школьных столовых. Об этом на брифинге журналистам рассказали депутаты Думского комитета по образованию, культуре, вопросам семьи и детства. Подробности смотрите далее. Комитет по образованию Комитет по образованию самый малочисленный в городском парламенте. Состоит он всего из двух депутатов, но оба в представительном органе не первый созыв. Профильными вопросами комитета они занимаются больше 10 лет. С молодежью депутаты работают и в профессии. Владимир Белоусов – заслуженный учитель Кубани, директор 90-го лицея из топ-500 лучших школ страны. Игорь Самохин – заслуженный тренер России по бодибилдингу. Парламентарии отметили, что в Краснодаре отрасль образования самая бюджетаёмкая. В этом году на неё было выделено почти 10 миллиардов рублей. Ещё 50 миллионов добавили коллеги-депутаты по программе выполнения наказов избирателей. В чём испытывают проблемы образовательные учреждения? Это текущий капитальный ремонт, это материально-техническое обеспечение, прежде всего. Это, опять же, от обучения кадров здесь никуда не уйдёшь. И председатель нашей думы Вера Фёдоровна Глушко тоже, в общем-то, несколько раз акцентировала на этом внимание, что да, наказы избирателей, пункт номер один – это нужды образования. Комитет работает в тесном контакте с профильными ведомствами администрации города и Думским комитетом по молодёжной политике. Вопросы спорта теперь в его ведении. Основная задача – сделать массовый спорт более доступным. Для этого в Краснодаре открывают спортивные площадки с комплексами тренажёров и турников. Планируется увеличить и количество бесплатных секций по месту жительства и в школах. В всевозможные секции использовать помещения школ для создания именно досуга молодёжи, детей и подростков в том числе. Школа – это удобное место, там инфраструктура, охраняемая территория и так далее. Поэтому полезно, удобно. И ещё о молодёжи. Нарушители детского закона станут искать на час дольше. Сейчас рейдовые группы находятся на маршрутах с 21 до 24 часов. А с 1 декабря график их дежурств будет начинаться уже в 8 вечера. С предложением скорректировать алгоритм работы по детскому закону выступили краевые власти. Город инициативу поддержал. Состав рейдовых групп не изменился. Дежурить на улицах города и в пригороде по-прежнему будут полицейские, казаки, общественники и чиновники. На этом у меня всё. Увидимся с вами через неделю и вновь поговорим просто о политике. Всего доброго и пусть ваши дети будут вечером дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова